Всем привет, друзья мои! У меня для вас сегодня очень интересный тестинг. Это 5 продуктов, которые обещают стойкость вашего макияжа в 24 часа. Представляете себе? Самый, конечно же, интересный экспонат у нас это новый тон от Smashbox. Я подобрала еще 4 продукта, которые тоже обещают стойкость в 24 часа. Это консилер от Givenchy, карандаш для глаз от Benefit, завивающие ресницы тушь от Etude House и еще один карандаш для глаз у нас в качестве теней. Ну что ж, давайте посмотрим, как это все будет держаться, потому что тон я уже частично пробовала, точнее я уже была моделью в трансляции с нанесением этого тона, но до у нас было очень много увлажняющих подготовительных продуктов, мы его смешивали с миксером, и, соответственно, я знаю, что он очень концентрированный, но я не знаю, как он держится и как он вообще в одиночку работает. Давайте узнаем, потому что Tati самая, наверное, популярная американская, вообще мировая, самая популярная бьюти-блогерша. Его проверяла, и она была в диком восторге. Это один из ее любимых тонов. Давайте узнаем, стоит ли он хайпа или нет. Начнем тестировать новиночки. Давайте попробуем праймер. Это дополнительный продукт. У него написано не 24 часа стойкости, а 12, но все-таки он матирующий и заявлен как oil control, и я уже привыкла просто в наших с вами тестированиях что-то другое мазать на одну половину лица. Например, вот сюда вот. Неплохой запах для праймера, но мне кажется, по oil control праймеру, наверное, будет хуже распределяться наше средство, поскольку оно стойкое. Оттенков линейки, дичайшее количество, есть мелкие дроби, есть просто белый цвет, молочный. Вот эти вот суперсветлые сразу я их откладываю, и потом покажу вам все свотчи. Любопытно, что вот здесь вот промаркированный оттенок довольно светлым по сравнению с тем, что вы видите в итоге в тюбике. Нолик это экстрасветлый, единичка светлый, и вот двоечка это уже ближе к light, medium. Вот у меня три разные цветовые температуры, и моя, наверное, желто-зеленая. Вот это. Либо он мне подойдет, либо сейчас вернемся к предыдущему. По-моему, тем оттенком, кстати, красили меня на съемке для марки Smashbox. И сейчас начнутся приколы, ибо средство заявлено как гиперэкономичное, и я уже это проверила. На самом деле на съемке меня накрасили примерно вот таким вот количеством продукта. Представьте себе, это немножко страшновато даже. Обычно я использую значительно меньше, но я чуть-чуть миксану вот так вот. У меня будет чуть-чуть больше, чем по идее нам нужно. Давайте посмотрим, таким количеством реально ли накрасится. И наносить лучше всего кистью-бафом. В идеале кисть-баф от Smashbox идеально справляется, но я решила, что я избавляюсь от всех цветных кистей, у меня останутся только черные, поэтому буду наносить вот этой вот похожей Manly 106. Средство пигментированнейшее, и при этом ощущение очень-очень кремовое, такое как сливочное масло. Это я, в общем-то, перемешала, и теперь не знаю, сколько мне на самом деле средства в итоге понадобится. Лучше на лицо не наносить, а именно в кисть втушевывать, и дальше с этой кисточки втушевывать в лицо. Я думаю, что пальцами тоже возможно. И знаете, что интересно? Мы когда делали съемку для Smashbox, я была моделью. Их теперь главный визажист Ро. Она, в общем-то, использовала также палитру, точнее тарелочку мы вязали в качестве палитры красивую. В конце макияжа осталось немножко средства, и лежала кисть. Мы ушли фотографироваться в первом образе, и когда вернулись, через час, вот средства и его остатки можно было растушевать. И это меня просто шокировало предельно. Я попробую вот с этой своей бякушкой справиться. Оно пигментированнее, чем большинство ваших консилеров. Совсем прям навека не захожу, потому что у нас будут другие еще продукты. Да, забыла, что под глаза не надо сильно мазать. У нас же консилер на чуть более сильно увлажненное лицо. Конечно, очевидно, что лучше будет распределяться, но маскирующая способность примерно максимальная. Ну, достаточно матовая, но все зависит от подготовки. Чем увлажненней кожа до, тем легче будет наноситься. Но я не наносила много увлажнения, потому что сейчас я намажу крема, и потом буду виновата, что это у нас с вами не в чистом виде тестируется. Посмотрим, можно ли чуть донаслоить. Что же у нас будет на второй половине? Меня пока пугает. Но пока я практически ничего не использовала. Часть в кисти, и это супер-пупер-пупер экономично. А вот здесь вот я поставила пятно. То есть наслаивать лучше чуть раньше и чуть быстрее растушевывать. Здесь нельзя особо, если у вас не очень увлажненная кожа и не очень увлажненная кисть, очень долго болтать. Или, если вы хотите, чтобы у вас не снижались свойства кроющие, но все было легче в нанесении, то есть миксерайзер в марке Smashbox. Совершенно идеально они работают. Я уже знаю, что коллеги все проверили. И в общем-то мешаете, и у вас просто легче становится текстура. При той же экономичности средства просто к нему этого миксера добавляете. Ну, Smashbox, они все про кожу, все про экономичность, и все про смешивание. Ну, и чем увлажненнее будет, тем натуральней будет эффект, тоже могу сказать. По текстуре тон достаточно муссовый, и он ближе к матовому, но не 100% матовый, наверное, матовый, такой сатиновый. На большое количество увлажнения он будет более живым, натуральным и еще более сатиновым. И, наверное, это редкий случай, когда мы можем не припудриваться с вами. Тон очень полирующий и очень кроющий. Он похож на тональный от Beauty Drugs, но он еще более матовый, еще более маскирующий, и, наверное, он менее пластичный. Если у вас не супер увлажненное лицо, и, наверное, она супер увлажненное лицо, мне понравилось больше. Вот от души, наверное, советую больше увлажнения. Но сегодня тестируем как есть. Давайте попробуем консилер. Я теперь уже понимаю, что консилер у меня более темного оттенка получается. Наносить мы с вами будем Taint Contour Eyewear Concealer. В 22-ом оттенке он у меня. Это марка Givenchy. И марка, собственно, что-то очень сильно прям размахнулась и хайпанула тоже. И выпустила несколько продуктов, аж и тон. И вот этот консилер, и даже, по-моему, еще что-то, то ли два тона, на которых указано 24 часа стойкости. Кстати, в итоге норм цвет, и в итоге достаточно приятное нанесение. Растягивается по коже он хорошо. 22-ой оттенок сильно-сильно теплый. Помогает бороться с нашим неприятным, неправильным пигментом под глазами. И, в общем-то, все неплохо. Объективно. Под глаза я наносила мало. Тона прям остатки. Только чуть подходила ближе к глазам. Уже почти пустой кистью, потому что объективно понимаешь, что к чертям закрасит. Все равно все. Наш с вами тон сегодняшний. Он консилер не требует, но мне тестировать хочется. Поэтому вот эту зону будем считать, как бы что за нее отвечает у нас уже живанши марочка. Обе текстуры стойкие. И вот здесь вот у меня чуть-чуть есть полосочка. Но, возможно, это я так спала очень аккуратно. Я часто заспанная с утра, особенно, когда так рано снимаю. И у меня, пардон, следы от подухи. Следующая марка, которая обещает 24 часа стойкости у чего-либо, это Benefit. И они выпустили вот такие вот карандаши. Опять же, 24 hours eye pencil. Bain называются эти карандаши. Поскольку тушь сегодня черная, я черный карандаш откладываю, чтобы если у нас что-то размажется, мы знали, что винить. И я нанесу, наверное, два оттеночка. У меня здесь синий. И синий будет между ресницами вместо черного. Кстати, ой, какая хорошая текстура. Следующее, что мы будем наносить, это карандаш 24 часа от Urban Decay Glide On, но в новом оттенке Wild Side. Мне нравится, как на межресничку нанесся наш синий, какой-то черный классный оттенок. И давайте сделаем в качестве теней этот карандаш. Поскольку я хочу обе марки и три цвета, знаете ли, протестировать, места на мне не так много, особенно на моей форме глаз. Будем наносить в качестве теней. Можно было бы взять тени, которые заявлены 24 часа, Color Tattoo или их аналог от Revlon сейчас вышел. Но лично мне не захотелось это делать, потому что я уже пробовала Color Tattoo. Вы уже многие пробовали. Color Stay тени практически такие же. И сильно нового мы ничего не узнаем. Да, они суперские, они достаточно быстро застывают и суперстойкие. Красивый цвет вот такой вот. Wild Side. Прям хотела-хотела его. Можно в несколько слоев нанести и растушевывать кистью-башиком и оттягивать. На межресничке карандаш суперкомфортный. И он какой-то идеальной текстуры. Не слишком жирный и не слишком сухой. И совершенно ни одного комочка. Но даже мои любимые очень продукты для этой зоны обычно чуть-чуть комкаются. На растушевку добавила чуть-чуть микса вот этих двух матовых оттенков из палетки Charlotte Tilbury. Наконец-то коричневый карандаш, чтобы это все доработать. И небольшая кисточка. Он называется Deep Brown. И мы будем немножечко наносить на уголочек. Чуть-чуть растушевывать. И по ресничному контуру сверху. И опять же растушевывать. И чуть-чуть потяну такую мягкую-мягкую стрелку. Карандаш не очень хорошо, но растушевывается. Абсолютнейший комфортный. Никакой грязи в глазах. Ничего совсем никак не попало. Ничего не откалывается. Очень комфортный. Правда, у меня чувствительные глаза. Я не все могу носить. Но это было классно. Завивающая, очень своеобразная тушь от Etude House будет у нас следующим этапом. Это Lash Perm Curl Fix Mascara Long Lasting 24 часа, часики, все дела. И у нее очень много щетинок. Они очень... Таких зубчиков силиконовых. Они очень-очень близко друг к другу расположены. И я вижу фибру. То есть дополнительное волокно. Скорее всего, раз такие дела, тушь обычно бывает суховатая. И как раз-таки то, что она суховатая, позволяет вычесать ресницы вверх. Сейчас посмотрим на то, что у нас получится. Прошло 2 недели. Она даже если стойкая, не моментальный дает, конечно, объем и прокрас. Но зато есть время покопаться, расчесать, разложить. И, наверное, такая вот сухая текстура и такая щетка, это единственный вариант, как фибра будет работать. И не портить нам всю малину. Не, завивает своей текстурой. Правда, завивает. С тушью я под конец только разобралась, как ей правильно пользоваться. Да, она завивает, но она не даст очень длинных ресниц. Но подкрученные, когда они у вас смотрели совсем вниз, получится сделать. Но возиться вы будете долго. Еще момент, что я вот здесь вот отпечатала кусок, и это фиг сотрешь уже. Имейте это в виду, что стойкая тушь на очень стойкой текстуре. Очень плохо убирается. Нанесла помаду Bobby Brown в оттенке Beige 2. Я обычно не такая светлая, поэтому обычно она мне немножко по-другому выглядит. И хочется, что сделать, так как мне немножко суховато, хочется сделать вот такую вот сияющую пудру, бюджетную. Это у нас Catrice. Вот сюда вот, чтобы оживить финиш. Еще хочется посмотреть, можно ли вообще теперь той же кистью, в которой все застыло, как-то еще чем-то работать кремовым. Поэтому хочется набронзироваться таким мусиком от Chanel и посмотреть, сотру ли я тон, и пойдет ли это все пятнами, но, видимо, нет. Вот такой вот у меня результат. Все наши пять продуктов я использовала максимально интенсивно и эффективно, и все остальное по минимуму добавляла. Бровей на 24 часа стойкости никто не обещал в последнее время. Помад, к счастью, тоже. Так что тестируем, как есть. Не хочу знать, что будет с губами после 24 часов в одной и той же помаде. Мне кажется, все будет очень сухо. Я уже немножко поработала, позаписывала, поубиралась, что-то поделала, и все примерно так же выглядит. Ничего не меняется, только немножко снимается легкая сухость и пудровость. Вот. Поэтому, честно говоря, я бы, наверное, его сбрызгивала, если вы в одиночку будете его наносить фикс-плюсом, то есть вот таким вот спреем. Ну и все, я все время клоню к тому, что надо было под него мазать больше увлажнения. Немножко мне суховато. И я снова с вами. Давайте мы промокнем диском все, что у нас здесь блестит, и посмотрим, что у нас происходит. Это такой рекордный для меня по ожиданию, наверное, в этом году точно ролик из разряда первое впечатление, потому что так долго я обычно тон не ношу, потому что я знаю, что камера еще усиливает жирность кожи, и обычно, ну вот, блеск этот подчеркивает, и обычно невозможно вообще на это смотреть. Я в этот раз, поскольку марки обещают такую стойкость, как минимум 14 даже с небольшим часов, находилась в макияже, уже давно пора спать, уже поздно. В общем, дикое количество времени с 10 до 12. Переносила просто этот макияж, насколько это возможно. И вот так вот я сейчас выгляжу. Еще 10 часов не спать я, конечно же, не стану. Смотрю ее вблизи, смотрю ее в кадре, и я в шоке. То есть вот эта часть мне, конечно, не нравится, где у меня шелушится, но оно даже стало не так плохо, как было изначально. И в принципе, это ну не трэш, оно не облезло, оно не отвалилось. И многие продукты, большинство продуктов через 6-8 часов выглядят намного хуже, чем вот этот вот. А многие стойкие очень сильно комкаются. Да, вот здесь вот есть некая сепарация. Немножечко вот там, где кожное сало выделялось, он, значит, у нас немножко подсвернулся. Но в общем и целом, я такая светленькая, ровненькая, как бы тон на мне все еще есть. На поверхностях, будь то телефон и так далее, тон немножечко печататься будет, но на лице он остается. Они не обещали, что не будет блестеть лицо совсем, они обещали стойкость 24 часа. Ну, не знаю, как 24, но 14 держится. Еще интересный момент, там, где половина праймера, смотрите, я сейчас была такая жирненькая, и когда убирала вот этот вот блеск, да, я немножко еще сдвинула средство, и оно еще продолжает растушевываться. Там, где у меня не было праймера, все прилипло сильнее, и уже заново это переместить намного сложнее. Есть ли необходимость в праймере? Я не знаю. И конкретно затирочный праймер я бы пробовала с совсем другими продуктами, но тон я, в общем-то, считаю очень крутым. Я подтверждаю, что он, правда, очень-очень-очень стойкий. Лицо сначала сушило, но странно, это комфортно. Для любительниц матового финиша, для любительниц стойкого макияжа это очень крутой вариант. Если у вас жирная кожа, то можно пробовать, а нужно тоже. Если у вас сухая кожа, то очень мало. Но, друзья, запомните, чем меньше вы будете носить, тем реально лучше. То есть, вот даже я бы в следующий раз красила еще меньше, чем я нанесла сегодня. Представьте себе, это просто жесть, это просто какая-то, блин, магия. Он какой-то просто тон-концентрат, но он крутой. Так что, full coverage, approved. Это действительно работает, очень долго держится. написано, что weightless feel and oil and shine control. Бамбуковая пудра здесь продлевает стойкость. Не скажу, что это не блестит, вы сами все видели, но стойкость действительно есть, и она феноменальная. И кровищая способность феноменальная. И если сравнивать, допустим, с MAC Pro Longwear, MAC Studio Fix, это вещь концентрирований. Но, возможно, нужно будет приспособиться, повторюсь, что я обокрасила на увлажненное лицо в креме, не как я сегодня. И, мне кажется, второго-третьего применения у каждого просто пользователя будет отлично получаться. Не наносите кисть с двойным ворсом, кисть а-ля дуофибра вам все испортит явно. Там просто все будет застывать на коже быстрее, чем вы дотушуете. Если взять сейчас пудру и нанести на Т-зону, в принципе, еще несколько часов съемок, и я думаю, что даже 10 часов жизни это выдержит. Я это не рекомендую, но я думаю, что это возможно. Поэтому, если у вас крайне долгий день, то рассмотрите этот вариант. Либо для сцены, например, рассмотрите тоже этот вариант. Я очень-очень довольна, и я вспомнила, что зону под глазами надо посмотреть. Под глазами все очень даже симпатично. Есть некоторые отпечатывания. Консилер немножечко сделал кожу такой суховатой визуально, но оно не собралось в мимическую морщину, и оно не уползло, оно не отслоилось. И это странно. И мне безумно нравятся продукты на глазах. Карандаш Urban Decay 24-7 это, в общем-то, классика жанра. Новые оттенки, с сильным шиммером, не хуже. Это работает как тени, как вы видите, и вообще как что угодно. Это вообще прекрасная вещь. Но, меня очень удивил и поразил вот этот карандаш. Даже я не знаю, с чем сравнить, потому что он настолько мягкий, насколько вам надо, и он настолько хорошо наносится, и как бы распределяющийся, насколько вам надо. Это резиновая штука. Я сейчас заметила, что аппликатор резиновый здесь. Залипалого. Такой прикольный, каучуковый какой-то. Так вот, за последние две недели такого комфортного на глазах макияжа, несмотря на то, что здесь блестки у меня не было. То есть, супер-пупер то, что это стойка, и это не пытается за счет того, что он достаточно быстро фиксируется, и не жирный. Он не остается везде, он не остается в вашем глазу, на вашей линзе. Он фиксируется там, где нужно. И это круто. Мне такой карандаш подходит. Но если вы любите жирные карандаши, где можно много вот это все растушевывать и делать смоки, это не тот карандаш. Я вам сразу говорю, это точно. То есть, накрасить слизистую, сделать легкую стрелку, сделать ресничный край, сделать растушеванную стрелку. Все. Вероятнее всего, прям смоки вы этим не сделаете качественно. Тушь. Это очень круто, потому что тушь с фиброй не роняет эту фибру в глаза, как было у Ларак. И с этим был достаточно такой неприятный момент и конфликт пользователей, и марки. Она реально не раздражает. Она действительно стойкая и завиток достаточно стойкий. Но у нее есть громадный минус. Она не дает длины совсем. Она подкручивает, она поднимает, и она очень стойкая, и она с фиброй. Но, если вы ищете удлиняющую тушь, это не ваше. Или вариант комбинировать эту тушь и какую-то удлиняющую, что, конечно, не для всех. Попробую сейчас ее смывать. Не знаю, что получится. Отзывы смешанные. Очень многим. Мне нравится то, что она не дает длины. Я уже почитала. На то, что она не дает длины, жалуются многие. Но покупают ее и покупают, и покупают еще очень многие, у кого проблемы со стойкостью. Поэтому смотрите, что вам важнее в туши. Но для меня абсолютно каждый из этих продуктов прошел проверку хотя бы 14 часами. Не знаю, как 24, но 14 часов. Я не побоюсь этого слова. Это прекрасно держится. Ура, друзья мои! Спасибо, что вы были со мной. Если уже пробовали что-то из этих срезов, то расскажите мне. Ладно, обнимаю вас. Пока-пока, до встречи в следующих видео.